К концу 90-х годов, когда я закончил книгу «Вибрации правды», и она поступила в издательство для публикации весной 91-го года, у меня было такое чудесное чувство, опять же, желание, порыв, поехать в Перу. И я понятия не имел, для чего. Я просто должен был поехать в Перу. Так что я сел на самолет, направляющийся в Перу, не зная, что мне там делать. Я приземлился в аэропорту Лима. И с того момента, как я приземлился, произошло удивительные синхронистские вещи. Но в конце концов у меня был перьянский парень, который увозил меня повсюду. Как ни странно, на первый раз оказалось, что я встретил парня, проживающего на Куско, в древнем районе Инков. Я ходил вокруг его дома, потому что мы собирались путешествовать по Перу с того дня. А он лежал на спине и спал. Я зашел в дом, потому что дверь была открыта. И он посмотрел на меня и сказал мне, «Привет». Он спросил, «Какие сны вам снились прошлой ночью?» «Что?» Я сказал, «Ну, на самом деле у меня был сон». Я сказал, что действительно приснился большой ясный цветной сон, что один из этих двух передних зубов выпали. Не помню, какой из них. Он сказал, «Ваш отец или дед еще живы?» Я сказал, «Ну, мой дед жив». Да, я спросил, «Почему?» Он отвечает, «Ну, как правило, сон означает, что твой отец или дед умрет». Я подумал, «Ну, этот парень не раз посмешит меня с течением следующих трех недель». И когда я очередной раз позвонил в Перу, оказалось, что мой отец умер в Англии. Это было невероятно. Во всяком случае, я ходил с этим парнем, и тот водил меня повсюду. Фактически, мы часто оказывались в нелепых ситуациях. В конце концов, он привел нас в отель под названием «Силу Стани» в Пуно. Это свой рост в Южной Перу, недалеко от озера Титикака. Отель был назван в честь Интур, чьи руины располагались в часе полтора езды. Так что фотографии того места с изображением руин висели в отеле повсюду. И я сказал парню, «Поехали туда». Я подумал, что он решил повернуть свое дело, выкачивая из меня деньги. Потому что я уселся в маленьком туристическом автобусе с окнами по сторонам своего деятеля, туристического автобуса, едом и мной. Больше никого не было. Мы вышли на том месте, а вокруг ничего не было. Лишь когда мы смотрели по сторонам, место было окружено горами, где-то далеки. И я направился туда. Единственное, с живыми людьми, которые нам подсвечали, было несколько ребят с ламами, на которых туристы могли бы сфотографироваться. Но самих туристов не было. Так я проходил около часа, и это было здорово. Там был холм с лагоной с трех сторон. Я возвращаюсь к машине, и было классно, но я не для того туда пришел. Так я влезаю в вен, и мы отправляемся в путь на автомобиле. И я смотрю в окно, и о чем-то мечтаю, и тут вижу справа от меня курган. До него было более трех минут езды вниз по дороге. И как только я смотрю на холм, то слышу свое голову, и я говорю, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Что такое? Со мной такого еще не случалось. Я имею в виду, что происходит в моей жизни. Так что я говорю, Гидо, может остановить вен этот автобус? Я хочу подняться на курган. Ну, пошел. Дороги мне он не виден, но когда я добрался до вершины, то увидел там круг стоящих камней примерно по пояс. Эти камни, очевидно, были установлены там очень-очень давно. Эти камни, очевидно, были установлены там давно. Так я захожу в середину этого круга, смотрю на отель в Селюстане, недалеко горы, на далекие горы, на этот жаркий перронский день. Не улыбочка, небо безоблачное. Обычный день, таких много. Я прошел к центру круга, и вдруг мои ноги опять нанемели, как это произошло в газетном фиоске, но только гораздо более серьезно. Словно магниты притянули мои ноги к земле. Я думаю, боже мой, ого, мне это знакомо, что дальше? И тогда я почувствовал, будто дрейдовал бить мои темнички и мои тела ноги до самой земли. А потом еще одна начинается в другом месте. Потом руки подняли под углом в 45 градусов, вот так. Я никогда не собирался проделать этого. Конечно, выдерживайте руки там минуты, и они начинают болеть, а затем и мои плечи, так или иначе. Это длилось почти час, где-то между 45 минутами и часом. Мои руки находились в таком положении. Когда все закончилось, мои плечи окончательно затекли, но потом ничего полегчало. Что затем началось происходить, так эта энергия стала поступать сквозь меня. Это был в феврале 91-го года. Я получал все больше и больше сил, и мое тело начало трясти. Через мою голову прошли две очень мощные мыслеформы, так же, как и в газетном киоске. Первая мыслеформа сказала, об этом будет говорить спустя 100 лет. Я думаю, говорить о чем? А другая была, все закончится, когда ты почувствуешь дождь. Я только что описал, какая была погода. Все закончится, когда вы почувствуете дождь, я подумал, ты решил надо мной подсмеяться, приятель. Так что же случилось потом в течение следующих 45 минут. Ведь время исчезло, времени не было. Я все почитал позже. Это была энергия, которая просто проходила через меня. И я продолжал двигаться наружу и вовнутрь, если хотите. Осознание, сознание подобного вождения автомобиля. И вы едете, боже мой, как это я проехал последние две мили. В один из таких разов, когда я вернулся в обычный вид осознанности, я заметил, что над дальними горами висит легкий сероватый туман. И вроде как я посмотрел на него, он очень быстро остановился, все темнее и темнее. Я понял, что в таких горах идет проливной дождь. Спустя некоторое время, однако, это было довольно продолжительно. Я наблюдал, как из-за гор надвигается шторм. Синоптики говорят о погодном фронте. Ну, фронт представлял собой прямую линию. Облако имело вид прямой линии. Я описывал это много раз. Это было похоже на рисунок занавеси на небе. Эта штука надвигалась на меня все ближе и ближе. Солнце исчезло. Оно было закрыто облаками. Облака были волнистыми, и в облаках я увидел лица. Для меня это было немыслимо. Но я видел в облаках лица. А затем накатилась стена дождя, я наблюдал, как она надвигается на меня. К этому времени я завис в воздухе за счет той энергии, проходящей сквозь меня. Кольцек отцов стена ударил меня от прорывного дождя, и все прекратилось. Вот когда шатаюсь, я повлился вперед, плечи совершенно затекли, как и все остальное. Еще много других вещей произошло, но когда я вернулся в Англию после этого... Как я уже говорил, моя книга была опубликована в начале 91-го года, которая была написана за очень короткое время после этого опыта. Когда я теперь оглядываюсь назад, как это было... Вы знаете, если у вас есть плотина, и она держит воду, то вода спокойна, не так ли? Потому что ее естественное состояние в такой ситуации исходило. Но когда плотина рушится, прежде чем установить новое равновесие после проклятого крушения, когда все к чертям рушится, и вода освобождается, не так ли? Она пытается перейти от одного состояния в другое. Она пытается перейти от одного состояния в другое, когда я оглядываюсь назад, вспоминая то, что случилось со мной на том кургане, словно что-то пол лопнуло в моем сознании, и туда рванула вода. И в течение трех месяцев я не знал, как на такой планете вообще нахожусь. Вкупе со всеми этим вышла моя книга, я принял участие в крупнейшем в то время живом шоу в Великобритании. Она называлась Воганшоу. Они все оцепенели в недоумении, что же, черт возьми, со мной происходит. Вся миткая пресса писала, что я сошел со мной с ума. И я сидел в том кресле в ток-шоу, и аудитория смеялась надо мной. Без перерыва, минуты, две минуты. Они в основном смеялись, я думаю, должно быть, прошло 15, 16, 17 минут с того момента, когда я говорил о том, что со мной происходит. С исключением того, что я не понимаю, что со мной происходит. И это вызвало необычайно высокий уровень самых разнообразных насмешек. Эх, я очистил меня от этого страха, что другие подумают обо мне. Но я так много узнал о человеческом поведении. Я помню ведь, что мы должны делать, когда сталкиваемся с таким масштабом насмешек, убеждать и спрятаться, верно? Это один из способов, который используют для управления нами. Вот что я сделал. Я отправился в тур по университету, чтобы представить перед студентами, которые пришли для того, чтобы слушать. Они приехали посмеяться. Насколько я понимаю, у вас был опыт поднятия кундалини. Вы понимаете, что я имею в виду? Не важно. А вы проводили исследование, или кто-то вам об этом сказал? Нет, нет. Я имею в виду, я рассказывал, я разговаривал с людьми об опыте кундалини. И возможно, случилось именно это. Смотрите, что я делаю. Я могу говорить только за себя. Это существует на самом деле. Одна из вещей, о которой мне рассказали во время психического опыта, или через психический опыт в 90-м году, когда все это начало со мной, мне было сказано, вы будете сталкиваться с огромным сопротивлением и непониманием. Но они, невидимые силы, всегда будут там, чтобы защитить тебя. Теперь я не знаю, кто они такие. Мне тяжело даже помыслить о том, кто они. Когда я покину этот генетический скафандр, я буду знать, кто они. Все, что я делаю, я делаю своей интуиции. А что случилось со мной в 91-м году, со всеми этими насмешками, явилось, как часто в жизни бывает, самым большим подарком, который они мне преподнесли, блестяще замаскировав его под мои наихудшие из кошмаров, потому что именно его я пережил в тот момент, и он послужил мне в руку. Что же произошло со мной на самом деле? Что-то изменилось в смысле восприятия. Это достаточно хорошо для меня. Я не должен на самом деле знать подробности, что со мной произошло. Но опять мандолини, это вполне возможно, да. Тем временем узнали, что делать за закаленной стали. Повторите, что закалка стали, да, закалка стали. Да, ведь когда я опять возвращаюсь к своему личному пути, и что я делаю в плане распространения информации, абсолютно все, все до одного источника. Я хотел бы рассказать, что случилось со мной, когда я вышел из этого, на это университетское турни. Это было на Тенгенском университете. Там учится тысяча людей, где-то 950. Из них пришли посмеяться. Я вышел на сцену, и прошло где-то целых 15 минут, прежде чем я смог говорить, потому что стоял шум из оскорблений, насмешек, смехом. На сцену бросали пластиковые стаканчики от пива. Я просто стоял и ждал, когда все успокоится, потому что в конце концов, все так и произошло. Я сказал, думаете, у меня поехал крыша, не так ли? И вы знаете, что такое? Думаете? Я сказал, ну и что же, что вы думаете про себя? Ведь вы фактически заплатили только за то, чтобы приехать сюда и высмеять того, кто все на самом деле считает, все считают психически больным. Я вам скажу, наступила такая тишина, можно было услышать, как летает муха. Вы могли слышать всю ночь, как летает муха, чтобы сделать то, что я сделал в плане разговоров о каких-то действительно странных вещах. Мое имя еще только-только должно было в момент в английской прессе полный насмешек относительно того, о чем я говорю. И кто немного смягчился? Немного, но не очень. Я имею в виду, я выдвигался на выборы парламентские, выборы в июле прошлого года, 2008 года, чтобы не быть выбранным. Я знал, что не получил бы голосов. Голоса мне не нужны. Я хочу сказать, что я, должно быть, был первым кандидатом в народные депутаты, который выпускал листовки по всему округу, говоря, мне не нужен разговор, только чуточку внимания. Боже мой, я не хочу ввязываться во все это. Но опять же, это был большой опыт, и я многому научился. Но освещение в СМИ было... Сделал презентацию для национальных СМИ, СМИ, которая длилась примерно, я не знаю, 50 минут. Фотографии в PowerPoint и прочее, о которых я говорил, о пятом уровне плотности. Я что-то еще думаю о них. Мозги были, взорвались, и потекли кровью. Добавки там прорептилий. Я имею в виду, Боже мой, что они сделали. Они просто ушли, просто оскорбляли меня, и проругали презентацию, и высмели меня. И по ровне судьбы, тот, кто кричал громче всех, и больше всех. Одна из вещей, о которой я рассказывал, появилась, собственно говоря, шесть недель спустя, фактически на первой полосе в его газете. Я имею в виду, что это странно. У этих людей полная познавательная несовместимость такая, что они не могут поставить эти две миссии. Мы находимся в ситуации, когда благодаря интернету мы можем пойти без этих зануд, которые работают с своими заскорудованными умами в средствах массовой информации. Вы не должны доводить знания до всех, это только определенное количество людей. Этот принцип сотой обезьяны, один из ста, в состоянии воспринять информацию. Да, я вам скажу, что я чувствую себя все более и более, вы знаете, я имею в виду. Смотрите, я чувствую это, когда я говорю, то вместо меня говорит кто-то. Это вибрационная связь. Существует молчание между вами и мной. Там в тишине вы говорите со мной, пока мой мозг декодирует сказанным. Что это такое? Это вибрационная коммуникация. Я очень сильно чувствую, что это не просто люди слушают информацию, это сама циркуляция информации. Если вы даете интервью для радиостанции, то 100 тысяч человек могут его слушать. Но вещание ведется на таких частотах, на которых информация проходит через эфир, если хотите. И там потенциально отсеиваются люди, которые даже не слушают радиоинтервью. Он затрагивает их на вибрационном уровне. И вы знаете, я думаю, что это правильно вы говорите о эффекте бабочки, в сущности. Да, именно. Это способ распространения. Это на самом деле очень хороший способ, чтобы его использовать. Вы знаете, на подсознательном уровне, потому что мы существуем на многих различных уровнях, это как волны, это на самом деле поражает их. Есть высказания, которые я цитирую в последнее время, которые говорили. Мы учим не сам космос, а как его правильно произносить. Вы фактически забываете про сам космос. Да, да. Это в нашей коже, в нашем мозгу. Именно так. Мы приемники. Мы приемники передачки. Это то, что мы есть. Но люди думают, что единственная форма общения является голос уха. Я расскажу вам смешную историю. В 2003 году я был в европейских лесах. В Бразилии принял галлюционные наркотики Ая-Хуаспи. Никто не сказал мне, что я имел дело с галлюциногеном, наркотиком. Но я рад, что я его попробовал. Это было фантастики. Много людей имеют негативный опыт, но женский голос вещал мне так громко, как я теперь с вами. В течение пяти часов о том, что такое реальность, физическая реальность. То реальность, физическая реальность это иллюзия. Совершенно потрясающий материал. Очень-очень смешно. Я хочу сказать, мои ноги болтались в воздухе пару раз. Это было так смешно. голос рассказал мне о всяких вещах. Я смотрел фотографии, которые, очевидно, проектировали. Я был там один, когда вышел на сцену, где не было аудитории. Я видел только передние ряды аудитории. И это голос сказал. Ты говоришь только слова, чтобы держать ум счастливым. В основном, чтобы держать ног счастливым. Голос говорил мне, я увидел двух женщин в первых рядах той сцены, которые проектируют в моем сознании. И я вышел на вас сцену и просто стоял темно. Голос сказал. Ты говоришь только потому, аудитория бы спросила, какого черта он собирается начинать? Увиденное на самом деле несет в себе глубокий смысл. Ведь реальное общение между нами всегда лежит за пределами языка. И это замечательно. В этом я бы хотел убедить людей. Чем больше вы будете говорить свою правду, даже если ее не слушают, тем больше вы меняете или предлагаете такое вибрационное поле, на котором другие люди могут настроиться.